Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Сценарий телесериала» в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарии, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то самое правильное место для этого – это наша сценарная мастерская. Пожалуйста, проходите по ссылке в описании. Вот я вам ее уже разместил. В описании урока подайте заявку, займите место на курсе. И пока его не занял кто-то другой. Всем привет! Подключайтесь! Я чуть-чуть пораньше вышел в эфир, как всегда, для того, чтобы мы не тратили с вами время на раскачку, а сразу же с места в карьер начали работать. Всем ли понятно то, что мы с вами, тем, кто подключается, все ли понятно, что мы делали до сих пор, до этого момента? Или если есть какие-то вопросы по выполненному домашнему заданию, если все понятно, напишите. Все понятно, дядя Саша, жги дальше. Если что-то есть непонятное, то задайте вопросы right now. Информации много, на самом деле, сегодня достаточно такой сложный урок. Я прям и в прошлом году, когда в прошлом году впервые мы сделали этот курс бесплатный, этот, и я видел, что там есть сложности определенные у людей с восприятием, потому что там концепция сама по себе достаточно сложная и много информации, и надо ее утваивать достаточно быстро. То есть в мастерской мы идем, во-первых, мы там идем чуть-чуть помедленнее, не с шагом в один день, а с шагом в одну неделю. И, естественно, я информацию разворачиваю как бы вширь и вглубь в самые разные стороны. Здесь у меня задача, чтобы вы хоть что-то поняли, поэтому я стараюсь, поняли и попробовали, чтобы сделали что-то и получили какой-то результат. Увидели, что эти инструменты работают, они реально работают. Более того, только они и работают. Так, 14.00, все, начинаем, движемся дальше. Значит, мы вчера с вами говорили о герое. Да, о... Вернее, нет, вчера мы об объекте говорили. Да, то есть вот у нас есть герой, есть объект, да, то есть в котором есть мир, в котором все происходит. И нам в этот мир, да, нам нужно героя окружить какими-то персонажами, существующих, героя, существующего в этом мире. И вот давайте мы посмотрим, да, как мы этих героев будем там собирать. На самом деле, очень многие авторы, работая над сериалами, продайки вообще не парятся по этому поводу, потому что, ну, у них как бы и необходимости нет такой. Поэтому, кстати говоря, когда идет адаптация какого-нибудь романа в сериал, там из-за этого возникают проблемы. В отличие от адаптации пьесы, пьеса гораздо легче, легче адаптируется. Из-за чего возникают эти проблемы, да, из-за того, что герои рассыпаются. То есть их нужно каким-то образом собрать. Причем собрать для того, чтобы они интересно взаимодействовали, да, то есть, как я вчера сказал, что такое сериал. Это какое-то количество людей, ограниченное количество людей, которые в каком-то месте проживают вместе какое-то время, да, и они между собой все время конфликтуют. Между ними все время идет какое-то развитие отношений. И вот для того, чтобы это развитие отношений было интересным, да, они должны каким-то образом взаимодействовать, каким-то образом пересекаться. Причем пересекаться и взаимодействовать не на одном каком-то уровне, не в одном каком-то измерении, а в четырех измерениях. То есть вот многочисленные мои наблюдения за тем, как работает история, они привели меня к такому выводу, что взаимодействие должно быть в четырех измерениях. И вот об этом, вот то, что я рассказываю сейчас, об этом вообще никто никогда не рассказывает. Ни в каких, ни в книжках, ни в учебниках, ни на курсах. Вот, как это делать? Ну, давайте мы начнем с первого измерения, значит, отношения с главным персонажем. То есть вот у нас есть герои. И я не боюсь, кстати, совершенно спокойно я могу это выкладывать в свободный доступ, это все рассказывать, да, потому что это достаточно сложная концепция, но если в нее врубиться, если понять, да, вы не написать сериал, вы его просто не можете. И, соответственно, да, мы там полностью все это будем уже в мастерской на курсе телесериала, на практике все это будем осваивать. Значит, есть герой, да, значит, кто нам нужен для того, чтобы создать историю, кроме героя. Вот есть герой, кроме героя, кто нам еще нужен? Напишите сейчас в чате, для того, чтобы у нас была интересная история. Кто нам нужен? Есть герой, еще кто нам нужен? Антигерой, враг. Ну, антигерой это немножко не то, да, антигерой это герой, который проходит путь антигероя, который показывает негативное развитие событий. Мистер Уайт это антигерой. Да, то есть это герой, который выступает в роли злодея. В каком-то смысле Остап Бендер, например, антигерой. Да, или этот самый, Хлестаков-антигерой, кстати говоря, Чичиков-антигерой. Да, то есть нам нужен противник. Нам нужен какой-то враг, с которым герой сражается. Причем очень часто тот, кто кажется врагом, тот, кто кажется противником, он противником на самом деле не является. Например, в фильме Чапаев, который я очень люблю, который очень сложно организован, там вроде бы противником Чапаева является Бороздин, полковник Бороздин Белогвардейский. Потому что про что кино? Про то, как красные борются с белыми. На самом деле нет. Если посмотреть кино внимательно, вы увидите, что Чапаев с Бороздиным ни разу не взаимодействуют. Они ни разу не встречаются. Но при этом Чапаев все время взаимодействует с Фурманом. То есть это не история про взаимодействие Чапаева и Бороздина. Это история про взаимодействие Чапаева и Фурмана. Причем там Фурманов выступает протагонистом, а Чапаев выступает его врагом, его противником. Чапаев там не действует. И нам нужен герой, и нам нужен ему какой-то противник. Мне не очень нравится термин антагонист. Почему? Потому что это предполагает, что он должен быть один. На самом деле противников может быть больше, чем один. Поэтому я называю это оппонент. Или противник. Нам нужен какой-то противник, какой-то враг, герой. Второе. Нам обязательно нужен друг для героя. То есть рядом с героем обязательно должен находиться кто-то. И даже если герой у нас... Нам нужно обозначить героя как одиночку, герой-одиночка, но обязательно есть какой-нибудь Санчо Панса, который вокруг него ходит, за ним ходит и все время ему говорит, ты герой-одиночка, ты всегда действуешь один. Тебе никто... Тебе не нужны помощники. Да, то есть у Фродо всегда есть Сэм, у Шерлока есть всегда Ватсон. Да, то есть всегда есть вот этот вот помощник. Для чего он делается функционально? Две важных функции. Первая функция для того, чтобы мы видели, чем герой отличается от обычного человека. То есть вот этот помощник – это всегда обычный человек. А герой – это герой. То есть он отличается от обычных людей. Он сверхчеловек. И дальше вторая необходимость. Они должны все время разговаривать. То есть герой должен же кому-то сказать, так, я сделаю вот это вот, но у меня не получится, потому что то-то, то-то. Тогда я сделаю вот это. Да, то есть он должен, во-первых, планы какие-то строить. Да, то есть мы должны видеть, что герой строит какие-то планы. И он должен потом их рефлексировать. Да, мы сделали то-то, то-то, но у нас не получилось потому-то, потому-то. Поэтому мы попробуем сейчас другое что-то. Да, я чувствую боль и раздражение из-за того, что у нас не получилось. Потому что если мы просто видим героя, который что-то делает, но который никак не рефлексирует, нам очень сложно. Рефлексировать вместе с ней. Да, потому что это его рефлексии, она не невербализовывает. Поэтому, значит, нам нужен герой. Мы его ставим в центр. У нас есть враг и у нас есть друг рядом с главным героем. И вот уже как бы что-то можно делать. Есть герой, есть враг, есть друг. Для того, чтобы дальше двигать сюжет, нам нужно добавить еще двух персонажей, мерцающих персонажей, которые сначала выступают в качестве друга, а потом переходят на сторону врага и атакует герой. Либо присоединяется к врагу, либо говорит, так, ты не прав, я с тобой не согласен, я от тебя ухожу, или я отказываюсь что-то делать. И здесь расхождение происходит чаще всего, оно происходит на уровне ценностей. То есть, герой в момент самооткровения, он что-то меняет, принимает какое-то неожиданное решение, и это неожиданное решение, оно для одного из его друзей, оно является неподходящим. Для того, чтобы проиллюстрировать вот это изменение позиции героя, нам и нужен вот этот персонаж, который атакует героя, атака союзника. Потому что, если бы герой просто поменял позицию, и все-таки, да, отлично, да, теперь мы, как в фильме «Будь Джоном Малковичем», герой приходит, сменив личность, приходит и говорит, я больше не актер, я кукольник. И его агент такой, да, Джон, окей, ты кукольник. Вот, и здесь то же самое. Я полностью меняю свою позицию, и мы шли на север, а теперь пойдем на юг. И все такие, да, вот всю жизнь об этом мечтали. Нет, как раз наоборот, кто-то должен встать, хлопнуть перчатку на стол и сказать, все, я больше, я не согласен с тобой, я ухожу. Потому что иначе мы не заметим изменения. Вот, и, соответственно, должно быть и обратное движение, да, то есть кто-то плюс-минус, там, примерно, примерно в том же месте, да, плюс-минус где-то в середине, в середине истории должен перейти на сторону героя. И вот этого достаточно, в общем-то, для того, чтобы более или менее интересную историю рассказать, да, то есть есть герой, есть помощник, есть враг, и есть кто-то, кто переходит с его стороны на сторону врага, и есть кто-то, кто со стороны врага переходит на его сторону. Если вы посмотрите на любой долгоиграющий сериал, вы увидите, что у каждого главного, ну, у главного героя всегда есть какой-то помощник, который всегда с ним, есть какой-то враг, который всегда против него, и есть какое-то количество людей, которые то от него, то с ним и уходят от него, то с врагом и переходят к нему. В том же сериале «Миллиарды», да, вы видите там вот эта черная девушка, которая сначала с Чаком Роудсом была, потом перешла на работу к чуваку, который вместо Акса стал, да, и видите тоже людей, которые сначала за героя, потом переходят и начинают против него работать. Это прямо очевидно, опять же, когда ты понимаешь, как это сделано, да, ты просто видишь, а, ну, понятно, что вы сделали, да, как бы все ясно. Но с другой стороны, если вы понимаете, как это работает, вам проще написать историю, вы знаете, ага, вот так вот мне надо расставить героев, и вот так они должны двигаться. Понятно ли это мысль? Я, или если понятно, напишите понятно, если есть вопросы, задайте вопросы. В свое время я эту концепцию разработал, как раз в то время я проходил какой-то там странный инфобизнесовый курс по коучингу, где нас всех учили обязательно назвать своим именем какую-нибудь, какую-нибудь свою методику. И вот я назвал эту фигуру, я назвал квадрат Молчанова, или конверт Молчанова, да, потому что там в середине герой, и по сторонам от него четыре персонажа, друг, враг. То есть запомнить очень просто, да, квадрат, в центре герой, тут враг, тут друг, тут сначала враг, потом друг, тут сначала друг, потом враг. Все как бы элементарно. Пять персонажей основных, которые запускают любую историю. Хорошо, идем дальше. Теперь, что касается функций персонажей, содержателей, что они делают, кем они работают. Ну, с точки зрения профессии, да, то есть если мы делаем какую-то историю, нам все равно каким-то образом надо людей в каком-то общем пространстве держать. Чаще всего они заняты одним и тем же делом, да, то есть они либо проститутки все, либо они все эти самые трейдеры рыночные, да, финансовые, либо они сыщики, да, то есть, ну, каким-то образом они профессионально связаны. И вот давайте мы, я на примере детектива вам расскажу, потому что там она, ну, просто, достаточно просто раскладывается и очевидно, и сразу понятно, ну, и большинство людей понимают, в общем-то, о чем идет речь. Потому что если там о трейдерах рассказывать, кто там, кто там юрист, кто там начальник, кто там HR, кто психолог, гораздо сложнее. Кто стоит, кто находится в центре истории про сыщика, про детективный, да, криминальный. Ну, это сыщик, да, то есть это кто-то, кто непосредственно занимается расследованием. То есть это может быть сотрудник правоохранительных органов, это может быть частный детектив, да, это может быть какой-то друг или родственник пострадавшего. То есть считается, как бы, одно из правил детектив-клуба, да, что сыщик не может там оказаться преступником. Была история, когда Агату Кристи, там, по разным источникам, там, есть у нее один из романов, в котором рассказчик в финале не будет, там, неважно какой, да, в котором рассказчик оказывается преступником. И ее за этот роман, то есть я не нашел точной информации, да, по одним источникам ее выгнали из детектив-клуба, по другим источникам ее хотели выгнать, но не выгнать. Ну, это не так важно, да, то есть это считается такой моветон, что сыщик оказывается преступником. Но в целом есть, ну, по крайней мере, там две хороших истории, это история царя Айдипа и история фильм «Сердца ангела», где сыщик оказывался преступником. Ну, вот две истории я знаю, больше я таких хороших историй не знаю, с таким твистом. Кто это может быть? Ну, это может быть сыщик-профессионал, да, то есть это там сотрудник правоохранительных органов, может быть и каким-то суперэкспертом, может быть и обычным работником полиции, вполне себе, да, может быть частным детективом, как Шерлок Холмс. То есть расследование я, это его работа, но он не входит в правоохранительные органы. И чаще всего в такой истории он конкурирует с каким-то лейстридом, да, с каким-то профессиональным полицейским, показывая, как эти лохи не умеют работать. А вот мы частные сыщики, не связанные с бюрократическими процедурами, мы работаем гораздо эффективнее. Может быть любитель сыщик, да, то есть, например, адвокат, который вынужден вести расследование. Или, например, родственник кого-то из обвиненных, да, для того, чтобы себя или кого-то оправдать, да, вот он вынужден вести расследование. И здесь, конечно, возникает условность определенная, да, то есть, если, например, у нас есть какой-то сыщик-любитель, да, писатель детективов, как мисс Маркл какая-нибудь, которая вынуждена в, там, 20 серий в сезоне, 20 преступлений расследовать, понятно, что это натяжка, да, то есть, ни один такой случайный расследователь не оказывается поблизости от такого большого количества преступлений. Но может быть профессионально связан с, как-то косвенно связан, да, например, журналист, который занимается криминалом, который участвует в проведении каких-то расследований. Дальше, кто еще нам нужен? Есть сыщий, значит, нам нужен преступник. Что он делает? Он совершает преступление, он заметает следы, он всячески противостоит следователю. В классическом детективе мы преступника узнаем только в конце, да, то есть, он может быть у нас на глазах все время, но то, что он преступник, мы это узнаем только в конце. Сейчас, чем дальше, тем больше я вижу, что вот эта классическая структура закрытого детектива, она уходит в прошлое. И сейчас чаще всего нам показывают сразу, кто является преступником, и мы как бы болеем одновременно и за, ну, имеем возможность болеть, да, то есть, мы можем посмотреть фильм, что называется, за одну сторону, да, и можем смотреть фильм за другую сторону, как когда вышел фильм «Варкрафт», да, там люди писали, что, так за кого фильм-то смотреть, за людей или за орган? Вот здесь то же самое, да, то есть, мы можем болеть и за того, и за другого. Классический пример, британский сериал, который называется «The Fall» с Джулиан Андерсом. Там сильный достаточно противник героя играет, это самое, Джулиан Андерсон играет следователя, и у нее сильный противник, которого мы сразу же видим, мы знаем, что это он маньяк. Вот, и он, как бы, в числе прочего, он является угрозой для следователя, то есть, возникает дополнительное напряжение. У нас, как бы, в детективе это охота, да, то есть, детектив – охотник, а преступник – это дичь, и он эту дичь ловит. А если мы, детектив открытый, у нас детектив может превратиться в триллер, да, то есть, мы начинаем переживать не только за то, найдет сыщик преступника или нет, но мы еще переживаем за то, не убьет ли преступник сыщика. Потому что преступник начинает представлять угрозу, да, и он делает какие-то ответные ходы, например, там, убивает свидетелей, подбрасывает улики какие-то, путает следствие, может оклеветать сыщика. Это, ну, сразу же становится интереснее. Поэтому триллеры последние, там, лет сто гораздо интереснее классического детектива. Они вытесняют классического детектива. Классического детектива по факту не существует. То есть, преступник, дальше, потерпевший, кто-то, против кого было направлено преступление, да, он, там, понятно, что если его убивают, он дальше не действует каким-то образом, ну, если только его не спрятали куда-то в результате покушения. Но, например, может быть, там, не знаю, муж и жена, и жену убили, да, хотели мужа убить, а убили жену случайно. Вот он является потерпевшим. Ну, и один из стандартных вариантов развязки детектива то, что потерпевший сам оказывается преступным, да, то есть первая мысль, если там муж и жена, жену убили, первая мысль, что муж и убил, скорее всего. Поэтому, ну, этот ход мысли, он любому зрителю, он будет понятен, поэтому, значит, надо его либо избегать, либо каким-то образом маскировать. Дальше, свидетель. Человек, у которого есть какая-то информация о каком-то предмете расследования, да, и преступник чаще всего впервые появляется в виде одного из свидетелей. То есть самая стандартная ситуация, когда свидетелем появляется именно преступник. Хотя тоже тут есть разные варианты, где, когда, как должен появляться свидетель, преступник. Вообще, я считаю, что в начале, в начале второго акта должен, должен появиться обязательно преступник. Причем это правило настолько жестко соблюдается, что у нас была история, когда открылась компания Sony в России, и они запускали, я не помню, в итоге сделали, сделали там какой-то проект или нет. Вот, значит, они хотели сделать сериал, типа она написала убийство. Значит, собрали человек 20 лучших детективных авторов, в числе которых ваш покорный слуга, конечно же, оказался. Вот, и нам показывали референсы, мы смотрели сериал. Вот, представьте, сидят 20 лучших детективных сценаристов страны. Значит, мы смотрим серию сериала, которую, конечно же, никто из нас в жизни не смотрел. Не ступала нога человека на территорию этих дневных сериалов детективных. И, значит, идет сериал, идет, начинается второй акт, появляется, на заднем фоне появляется какой-то мужик с коробкой проходит, и все 20 человек мгновенно показывают на этого мужика, и хором говорят, вот он преступник, не сговариваясь. То есть, настолько, настолько, как бы это очевидно. Причем, ну, опытному взгляду это очевидно прям абсолютно. У меня бывает, тут у меня жена напротив ее компьютер стоит, и она там, типа, сидит сериал какой-то, смотрит без звука. Вот, и там, значит, появляются персонажи, все, я не знаю даже, что за сериал, даже не знаю, наш или не наш. Вот, и она такая, типа, интересно, кто из них убийца. Значит, там на экране появляются, показываются персонажи, я говорю, вот это. Она досмотрела сериал, говорит, да, он оказался убийцей. Ну, это, как бы, очевидно. Так, хорошо, идем дальше. Вы вопросы задавайте, я потом, когда вот этот кусок расскажу, чтобы мне не сбиваться, всем вам сначала всех персонажей обозначить. Значит, дальше, кто у нас? Свидетель, да, следующий компаньон сыщика, напарник, да, то есть человек, который постоянно находится в контакте с сыщиком. Да, это он участвует в расследованиях, но при этом он не обладает такими же способностями, как у сыщика. Да, то есть он может оказывать какую-то техническую помощь, он может его в засаде где-то могут посадить, но самое главное, что он все время задает сыщику вопросы и восхищается им, да. Холмс, как вам это удалось? Да это же элементарно, Ватси, вот так-то, так-то и так. Дальше, консультант. Человек, который непосредственно не участвует в расследовании, но участвует со стороны, да, то есть который сообщает какую-то информацию, да. Например, у нас, скажем, в одном из сериалов из наших был, ну, расшифровали какую-то надпись на санскрите. И, соответственно, у нас появлялся, на две страницы появлялся персонаж, который ученый, специалист по санскриту, который объяснял, что это за надпись. Или, например, у нас была серия, где убили, ну, как это вот, которые называются, «Властелин колец» с мечами, с мечами бегают, убили такого вот косплеера, и там было какое-то сообщение на эльфийском языке. И то же самое, значит, нам нужен был человек, который, персонаж, который появился на две минуты, сказал, как переводится какая-то фраза, сказал, дал какую-то консультанцию, сказал, что эльфы вот с такими мечами ходят, а там самураи ходят с другими мечами. И все, исчез. И такой персонаж, он может появляться один раз, да, и может появляться периодически, да. Например, если у нас есть какая-то сюжетная линия через весь сериал, где нам постоянно, например, не знаю, математика требуется или физика. И вот у нас есть какой-то математик или физик, которому в каждой серии приходят, или, там, не знаю, патологоанатом, например. В каждой серии есть убитый, в каждой серии есть патологоанатом со своими шуточками, со своей горизонтальной линией, со своей арочкой. Вот, к нему приходят, и он там покуривает папировку мудрости, какие-нибудь изрекает и потихонечку двигает следствие. Дальше. Помощник. Сам не ведет расследование, но не ходит с сыщиком все время, да, но это, что называется, такой персонаж на посылка. Например, вот помните, уж в Шерлоке Холмсе, да, там он в какой-то момент отправлял мальчишек собирать мусор из корзины в гостиницу. Вот это вот такой помощник, да, то есть это не напарник, который все время с ним, да, но вот нам нужно функционально что-то сделать, да, то есть сделать какое-то дело, которое сыщик, ну, не должен, по статусу не должен этим заниматься. Ну, и Ватсона вроде тоже не пошлешь это делать, там, следить, например, за кем. Ну, и можно взять, нанять кого-то, взять какого-то помощника, который чисто там одну функцию выполняет. И он именно делает, да, то есть он не консультирует, не сообщает какую-то информацию, а он реально совершает какой-то шаг, следить, например, за кем-то. Или там из снайперской винтовки стреляет хорошо. Дальше, подозреваемый. Ну, понятно, что по ходу расследования возникает предположение, что кто-то, какой-то человек совершил преступление. И дальше, да, он находится в фокусе внимания, его арестовывают, не арестовывают, следят за ним, не следят, там разные варианты могут быть. Вот, но, как правило, с подозреваемым там в течение одной серии происходит следующее, да, то есть у нас чаще всего есть какой-то очевидный подозреваемый, да, то есть кого-то, кого с мечом, с ножом в руке взяли над остывающим телом. И это, конечно же, не убийца, да, очевидно, что человека подставили. Дальше возникает реальный подозреваемый. Первый реальный подозреваемый. Он возникает там в конце первого акта. Потом выясняется, что нет, он нереальный подозреваемый. Возникает второй подозреваемый, и он тоже оказывается ненастоящим. И вот только третий подозреваемый оказывается настоящим. То есть, как правило, структурно два ненастоящих подозреваемых, то есть два ложных следа, и третий след оказывается верным. Третий подозреваемым оказывается правильным. Поэтому, опять же, если вы понимаете, как это работает, вы прекрасно знаете, что первого подозреваемого вам указали, все, это не он. Второго это тоже не он. И вот третий кто-то, это точно он. Можем ли мы обойтись без подозреваемого? Нет, не можем. Без подозреваемого, ну, как бы, детектива без подозреваемых быть не может. Он обязательно должен быть. Их может быть больше, чем два. Например, в сериале Бродчордж, там, 8 серий, и по-моему, там, на каждую серию по одному подозреваемому. Ну, это тяжеловато, смотрится немножко искусственно. Вот система персонажей детектива. Да, то есть, кто у нас здесь есть? У нас здесь есть сыщик, у нас здесь есть преступник, у нас здесь есть потерпевший, у нас сведений. Свидетель есть, компаньон сыщика, консультант, помощник и подозреваемый. Можем ли мы без подозреваемого обойтись? Или без свидетеля можем мы обойтись? Или без преступника можем обойтись? Нет, не можем. Это будет не детектив. Можем ли мы вставить в эту систему персонажей, например, не знаю, наивного дурачка из комедии? Нет, не сможем, он все разрушит. Он превратит этот детектив, превратит в комедию. Или героя влюбленного из мелодрамы. Тоже он все разрушит, он все перетянет на себя, всю историю, да, и у нас появится, у нас мозги на микринги, что такое мы смотрим, мелодраму или этот сам. Он в роли эпизодического персонажа может появиться, да, такой пунктиром, выполняющего какую-нибудь функцию, да, например, дурачок, выполняющий функцию свидетеля, да, и его роль свидетеля, она как бы завуалирует его вот эту дурачковость, да, или влюбленный, да, может оказаться преступник. Опять же, его роль как преступника, она закроет вот эту влюбленность. То есть мы из другого жанра персонажей сюда поместить не можем. У нас самим жанром определенный набор профессий, определенный набор того, что персонажи должны делать. И вот само, как бы, сам вот этот набор персонажей, он собирает людей, собирает персонажей в единое целое. То есть они все заняты одним и тем же, да, они все заняты преступлением, да, то есть один совершает, другой скрывает, третий расследует, там, и так далее, и так далее, и так далее, четвертый является жертвовостью. То есть важно, да, что все профессиональные принадлежности всех персонажей должны быть подчинены главной идее. Мы должны их собирать для того, чтобы собирать сюжет. Понятно ли это? Понятно ли это мысль? Если она непонятна, то задайте вопросы. Так, вдруг враг может быть главным антагонистом героя, то есть такой скрытый оппонент? Ну, смотрите, такое может быть, да, но он в этом случае должен очень быстро перейти на сторону врага и себя именно как оппонента обозначать. Вот. Другое дело, при этом он может быть, например, ну, формально быть другом, да, но на самом деле структурно быть врагом, да, как, например, Фурманов и Чапаев. Ну, они, в принципе, они не враги, но они вместе служат, а вот, но они находятся в непрерывном конфликте. То есть я думаю, что если бы там, ну, в реальной, в реальной жизни, я не знаю, какие там были отношения, если бы у Чапаева была возможность убить Фурманова, у него бы рука не дрогнула. Так же, как и у Фурманова. Если бы у него, там, он был, не был бы связан приказом, я думаю, что рука не дрогнула бы, если, или если бы ему дали приказ убить Чапаева, поверьте, там ни в том, ни в другом случае рука бы не дрогнула. Вот. Но они вынуждены работать вместе, да, и у Фурманова одна задача, да, у Чапаева другая задача. Эти задачи конфликтует. Вот. Поэтому в целом, да, такое может быть. Но он должен, из вот этой скрытой оппозиции, да, он должен выйти как можно быстрее. Фурманов и Чапаев, они не скрывают антагонизма. Так, второй акт, первая серия. Смотрите, сейчас я говорил вам про вертикальную историю, да, про одну серию, да, то есть одна серия, одна детективная история. Может быть, детективная история растянутая на, там, 8 серий, например, может быть, да, одно расследование, 8 серий. В этом случае второй акт – это, там, начало третьей серии. Может ли помощник тоже быть героем? У Фродо был Арагорн, Гимли, Леголас, то есть они просто скупили. Там немножко сложнее система, потому что там, значит, он в первой книге, он, они уходят от них, да, то есть возникает, строится Братство Кольца, они уходят, да, то есть остаются герой и помощник, да, Фродо и Сэм, вот. Потом они снова собираются, да, и они снова становятся таким коллективным героем. То есть часть истории, они действуют как один герой, да, Фродо, герой, помощник, и их антагонистом, там, их противником выступает этот, господи, как его, Голуб. Вот, потом они снова собираются, когда идут уже эти все большие битвы, они снова собираются, и там идут, параллельно идет, там, несколько сюжетных линий, в каждой из которых персонаж является самостоятельным героем, да, то есть у Арагорна есть своя линия, там, романтическая линия, Гимли и Леголас, это там, то есть его можно, эту историю можно разрезать на несколько фильмов, да, то есть у Арагорна есть своя история, Гимли и Леголас, это такой Баррис, фильм про Баррис, про приятелей, у Сэма и Фродо, у них своя отдельная история. Гейм оф Тронс тоже устроен так же, да, то есть там параллельно, это, как бы, это жанр эпопеи, да, то есть это не, не роман, грубо говоря, да, это роман эпопеи, который показывает жизнь народа, там всегда есть несколько героев, которые параллельно существуют, и, скажем, Гейм оф Тронс можно точно так же разрезать на сюжетные линии, это будут отдельные истории, которые будут совершенно нормально работать параллельно. В полнсе еще есть кто-то из высшего общества, брат-министр, это кто по списку персонажей, как это называется, ну, он, как бы, помогает, да, помощник, да, то есть он не напарник, да, он в какой-то момент к нему обращаются, и он что-то делает, каким-то образом ему помогает, или, наоборот, мешает, поэтому он не является основным, основным действующим лицом, не входит, не входит даже в систему этих, там, Майкл, брат Майкл, брат Холмса. В ироничном детективе разуме не смешение систем персонажей, ситкома и детектива. Очень хорошее замечание, прям замечательное. Значит, что касается ироничных детективов, там всегда либо идет перетягивание в сторону ситкома, то есть там никому из авторов не удается балансировать на грани жанра. Поэтому чаще всего перетягивает детектив. Мне кажется, один единственный случай за всю историю, я не все, конечно же, читал детективы, ироничные детективы в мире, это Дональд Уэст Лейт. Хотя и то, мне кажется, что он все-таки перетягивает в сторону ситкома. То есть там детективная интрига, она максимально упрощается, потому что она мешает, да, они конфликтуют. И система персонажей конфликтует между собой детективная и комическая. Даже если вы все время стебетесь над какими-то там штампами сюжетностроения, все равно либо одна, либо другая перетягивает, потому что они противоположны. Донцова, кстати говоря, это детектив в чистом виде. Хотя, считай, или Анна Хмелевская, да, тоже впечатление, ощущение, как будто вы там действительно комедию прочитали, на самом деле, в чистом виде. Так, может ли быть другом животное? Кот, пес, попугай. В романе может быть, в сериале, в кино нет. То есть, да, есть там какой-то сериал про Мухтара, да, но там опять же, если вы там внимательно посмотрите структурно, да, там Мухтар не выполняет функцию персонажа. Так, в горизонтальном сериале акт равен серии не обязательно, вовсе не обязательно. Акт не обязательно серия. Может быть, 16 этих самых, 16 серий или 32 серии. И акт, да, по горизонтальной линии может быть 4 акта, и каждый из которых там по 8 серий. Вполне может быть. Известны мне такие случаи. И мы, кстати, у нас, когда Москва-центральную уку писали, у нас акт был 8 серий. Там, например, у нас была арка, нас попросили, сейчас уже можно сказать, но я не буду называть какого персонажа, если что-то, можно догадаться по смыслу. Нам надо было по производственным причинам одного из персонажей убрать с площадки. То есть он должен был быть выведен в отдельную сюжетную линию, которую можно было бы снять за два съемочных дня. И мы одного персонажа, мы долго сидели, кумекали это, и мы устроили похищение одного из персонажей, одного из главных героев. И 8 серий его держали в подвале, и там выяснялось, кто его похитил, почему его похитил, как его вытащить, и так далее. А друзья его сначала не знали, где он, потом узнали, потом искали, потом нашли. И это было на 8 серий растянутых. То есть это занимало одинаково. 8 серий экспозиции в МСО. Нет. Экспозиция не занимает акт. Кто вам сказал, что экспозиция должна занимать акт? Нет, этого не происходит. На самом деле, если люди уже знакомы с этой вселенной, экспозиция вообще не нужна. Мы в тизере обозначаем всех персонажей, все этого достаточно. Хорошо, идем дальше. Я вам просто обозначу, глубоко мы не будем сюда погружаться, просто чтобы вы понимали и знали, какие могут быть варианты персонажей по ролям. Вот мы с вами поговорили о том, что герои делают с профессиональной точки зрения. Но что герои делают структурно, с точки зрения структуры. Вот какие есть варианты. Их достаточно много. Я не уверен, что я все собрал. То есть, наверное, если покопаться, поковыряться, можно еще какие-то найти. Но плюс-минус, да, плюс здесь такая, так или иначе, они все равно смешиваются, смешиваются их профессиональные роли и смешиваются их структурные роли. Как решить эту проблему, я пока не знаю. Я думаю, что она нерешаема. Потому что все-таки, ну, они такие непрозрачные. Верно, прозрачные. То есть, это все такая немножко серая зона. Ну, вот посмотрите, значит, какие есть роли. Да, причем в, скажем, в драме, в детективе это одни роли, в ситкоме это другие роли. Например, в ситкоме там совершенно конкретные маски. Например, наивный дурачок, резанер, придурок, антагонист, роковая женщина, казанова, этнический или региональный стереотип. Помните Кутропали, Роджеш Кутропали из этого самого, из теории Большого взрыва. Второстепенные герои, назойливые соседи. Скряга, грубый слуга, добрый неудачник, сумасшедшая жена и ее несчастный муж. Герой, который никогда не появляется на экране. Мама Голарда. Заботливый отец, навязчивые родственники. И так далее, и так далее. То есть, их тоже огромное количество может быть. Считается, есть книга даже такая, 8 персонажей комедии. На самом деле, их там около 30, я бы считал. Может, еще и больше. Но в драме. В драме другие. Значит, первый, протагонист. Протагонист – это тот, кто идет к цели. Фурманов – это персонаж, который идет к цели, который структурно показывает вот это движение. Второе, герой. Герой – это тот, кто воплощает идеал автора. И герой может совпадать с протагонистом. Как, например, Джон Сноу. Очевидно, является и героем, и протагонистом этой истории. А может быть разведен. То есть, Чапаев – очевидно, герой. Очевидно, что Чапаев воплощает идеал автора. А протагонистом там является Фурманов. Может быть, такая история. Дальше. Главный персонаж. Тот, кто больше находится на виду. И это тоже может быть, как ни странно, не очевидно. Например, в Game of Thrones кажется, что там мы видим Джона Сноу больше на экране. Или Дейнэйс. На самом деле… Нет, на самом деле Карли. Больше всех больше на экране появляется Карли. Он главный персонаж. Дальше. Рассказчик. И вот все это – это может быть один персонаж. То есть, и протагонист, и герой, и главный персонаж, и рассказчик. Это все может быть один персонаж. А может быть четыре разных персонажа. Дальше. Антагонист. Антагониста я бы обозначил как персонажа, цель которого состоит в том, чтобы герой не достиг цели. То есть, если герой достигает цели, то антагонист проиграл. если антагонист достиг цели то герой проиграл либо один либо другой прыгал оппонент отличается тем что ценности его не совпадают с ценностями героя то есть если например у героя и у оппонента ценности разные да но цели совпадают они могут выступать вместе как только цели разошлись они могут расходиться от ценностей у них разные из-за этого они об а не дальше союзник помощник учитель консультант советчик друг возлюблены или возлюбленная еще один возлюбленный или возлюбленной до то есть любовный треугольник любовник возлюбленного да то есть строим четырехугольник персонаж социальным уровнем ниже персонаж социальным уровнем выше начальник коллега подчиненной соседами соседка персонаж из прошлого, ребенок, старик, персонаж из сферы обслуживания, продавец-водитель. Вот основные роли, которые могут быть у персонажа. Насколько это понятно? И чем отличаются роли от профессий? То есть мы понимаем, что у нас может быть персонаж, который, допустим, по работе является начальником для героя, а по ролям он в отлюбленную, например. Или учитель. Да, то есть у нас вообще интересно делать так, чтобы профессиональные роли не совпадали с ролями в истории. Чтобы у них вот эти профессиональные роли конфликтовали с ролями в истории. И тогда у нас с вами получается первое измерение. Это самый герой, противник, помощник. Сначала помощник, потом противник, сначала помощник, потом противник, потом помощник. Одно измерение. Второе измерение – это профессии. Профессиональные. Кем, чем они. Начальник цеха, бухгалтер, руководитель профсоюза, охранник и так далее. И если это газета, то есть главный редактор, зам главного, ответственный секретарь, корректор, журналист, фотокорреспондент, секретарша редакции, охранник редакции, верстальщик, наборщик, бухгалтер и так далее. И они тоже между собой. Это все может накладываться на вот эту систему ролей. Главный редактор – герой, например, секретарша, любовница и так далее. И у нас сразу же начинает… Вот мы уже там три измерения наложили. Сразу же начинается какая-то интересная движуха, что у меня начинает происходить. Вот. Ну и четвертое – это психология, да, то есть как они по характерам отличаются. Тут я подробно рассказывать не буду. Мы используем инструмент под названием эннеограмм. Он очень простой, он очень действенный, да, и там как бы особо даже и вникать не надо, да, то есть берешь эннеограмму, раскладываешь ее там. Кому из вас знакома эннеограмм? Если не знакома, напишите «знакома». Если не знакома, напишите, что не знакома. Ее можно найти просто в Яндексе забиваете. Эннеограмма. Появляется это самое. Смотрите. Причем интересно получилась эннеограмма. Я про нее узнал много лет назад, прочитав книги Гурджиева. Вот. И работал над сериалом над этим. Большой, сложный очень сериал для Первого канала. И я никак не мог разобраться с главными героями. Они у меня никак не раскладывались. Я вспомнил про эннеограмму и думаю, блин, дай-ка я гляну, как они по эннеограмме раскладываются. Я достал, разложил, и у меня просто все стало как влитое. Вот. И тогда же мы делали это, типа, там, какой-нибудь 2007-2006 год. Мы тогда делали... У нас была такая небольшая бесплатная киношкола при театре ДОК. Мы там собирались, все желающие, кто хотели, приходили. И мы лекции читали. И вот я там, в числе прочего, рассказал про эннеограмму. И эта тема так всех возбудила, что ее все сценаристы начали использовать. Так что вот я всех сценаристов на эннеограмму подсадил. Очень хорошие, очень удобные инструменты. Другие инструменты не подходят, да? То есть, например, соционику мы не можем использовать для этого. То есть, другие какие-то вот эти классификации не... Хотя, там, любая архетипическая, любая архетипическая система, она очень хорошо в этом смысле способствует, помогает. Да, например, там, не знаю, мы сегодня сидели с женой с утра, и я говорил о архетипах Таро, архетипах старших аркан. Да, то есть, тоже очень крутая, мощная архетипическая система, Таро, да? И ее можно использовать для того, чтобы писать сценарий тоже, и сериалов тоже, да? То есть, вы берете старшие арканы. Что такое старшие арканы? Ну, это архетипы, там, жизни человека, да? То есть, человек проходит от состояния дурака, да? Он проходит до состояния мира, состояния вселенной, да? Слияния с вселенной. Либо это набор персонажей. Да, то есть, он в течение жизни все, как бы, все возможные варианты судьбы проживает. Дальше у нас идут карты двора, которые можно использовать в качестве антагомистов, в качестве противников, да? Пожалуйста, выбирайте, какой вам подойдет. И 40 номерных арканов, да? То есть, младших арканов, которые показывают все варианты жизненных ситуаций. Дальше книга перемен, то же самое. Какой-нибудь, не знаю, там, 36 китайских стратаген, то же самое. Берете и там все варианты, все варианты действий. Жизненные ситуации с Жака Пульти, да? То же. То есть, они все более или менее про одно и то же. То есть, вот, раскидывайте и берете их вперед. Да, кстати, вот Алексей пишет, по чакрам можно разложить. Да, то есть, вот берете чакры, да, и по чакрам один герой тут, младхара, да, там, вот это, 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 сахисрара, да, анахата, вот, и все. Мантру только прочитать еще до кучи. Савитурам Вариньян. И все, вперед. Хура. Так, ну, расклады, короче, вот я бы советовал слишком глубоко в иноаграмме не углубляться, да, потому что это такой темный лес, да, такой тонкий лед, где можно потеряться на всю жизнь. Вот, но вот как визуальное вот это взаимодействие персонажей, она очень хорошо подходит. И там даже вот прям по названиям понятно, ага, вот этот босс, это помощник, это энтузиаст, это там посредник или миротворец. И интуитивно, да, вам сразу же становится понятно, кто из ваших персонажей, кто и каким образом они, они раскидываются. Вот, и таким образом, друзья, у нас с вами получается четыре измерения. Еще раз я подчеркиваю, да, вот это, если это, эту мысль вы из всего этого сериала, одну эту мысль из всего этого курса вынесите, то вам уже, вы уже будете эффективнее большинства работающих сценаристов. И с другой стороны, да, мне важно, чтобы вы, чтобы у вас сейчас эта мысль поварилась и к тому времени, когда вы в декабре придете на курс, придете в мастерскую, чтобы она у вас уже как вылетая была. Вот, чтобы мы дальше сразу же начали работать, чтобы мне не надо было вам там заново еще раз все это с нуля объяснять. Итак, четыре измерения. Первое – это место персонажа в системе персонажей, да, то есть исходная позиция персонажа относительно главного героя, квадрат Молчанов. Второе – это функции персонажей, да, содержательные, что они делают, профессия. Третье – это роли персонажей, маски, да, как мы их воспринимаем, что он делает структурно. И четвертое – это характеры персонажей, то есть как именно они действуют. И, соответственно, домашнее задание сегодня будет составить систему персонажей и в свободной форме описать основных персонажей. Их должно быть там, ну, от шести, не меньше шести, до девяти. В инограмме девять пунктов, да, то есть этого достаточно для того, чтобы закрыть, закрыть всех, всех основных персонажей. То есть если их становится больше, если их становится десять, они либо начинают вытеснять друг друга где-то, да, либо они характерами начинают сливаться, и они начинают друг друга либо вытеснять, либо сливаться. И по каждому персонажу обозначить имя, возраст, внешность, характер, роль в истории и профессия. Это типа там, ну, по абзацу, по небольшому абзацу на каждого персонажа. Работы на полчаса. Вот. И когда вы это сделаете, то я уверен, что... С этого задания наибольшее количество участников отвалится, но те, кто это сделает, они сразу будут видеть своих этих самых, своих персонажей. Да, кстати, вот Ксения пишет, инограммы используют в Голливуде много, я об этом рассказываю. Вы, Ксения, я вас увижу уже не на первом своем бесплатном мероприятии, пора бы уже в мастерскую перебираться, поступать. Действительно так. У меня был случай, когда я общался с... Ну, во-первых, я делал адаптации западных сериалов, как я вам говорил, да, и когда я брал, допустим, Prison Break, смотрел на систему персонажей, я видел, что они, они сделаны, они точно сделаны по анаграмме. А уж они точно в театре ДОК не сидели тогда. Вот, или сериал Кости тоже. Они точно, вот как по линеечке сделаны, по анаграмме. Вот, поэтому используется этот инструмент. И я общался тоже давно, когда лет 15 назад на каком-то форуме англоязычном, со сценаристами тусили. Значит, кто-то спросил, как мне систему персонажей сделать. Я им написал, используя анаграмму. И мне кто-то другой из коллег написал, о, да, типа, да, знаю классный инструмент. Так что да, конечно, использую. Поэтому тут я не претендую, конечно же, на авторство, использование этой методологии. Я думаю, просто хорошая мысль приходит сразу одновременно в многие головы. Окей, понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Что-нибудь у меня пишите, что один человек смотрит, что трансляция прервалась. Сейчас проверю. Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Сегодня у нас четверг уже. Как у нас быстро полетел наш курс. Хорошо. Ну, отлично, если поняли. Потому что я, на самом деле, я реально просто думал, как вот это упростить. Потому что тема, тема достаточно сложная. Если вы это поймете, то дальше у вас просто очень много, очень многих сценаристов, именно вот с этим, именно с системой персонажей возникают затруднения основные. С этим разберетесь, дальше все будет проще. Окей, хорошо, тогда сегодня на этом заканчиваем. Я напоминаю, что набор на курс в мастерскую идет уже. Я тоже особо на вас не давлю, пока давить начну ближе к концу. Но, тем не менее, человек 10 из вас я хотел бы на этом курсе, даже знаю, кого хотел бы на этом курсе увидеть, чтобы вместе с вами написать ваши проекты сериальные. Тем более, что сейчас, если вы хотите, если вы решили стать сценаристом, и думаете, раздумываете, не раздумываете, лучшее время для этого сейчас. Сейчас. Вот оно началось где-то год назад, это время лучшее, и оно закончится через год или через два. Дальше будет сложнее входить, потому что, вот как, когда я становился сценаристами, тоже там где-то там 2000 плюс-минус там вокруг 2008 года, да, это было время вот вертикального роста нашей киноиндустрии, да, то есть с низкой базы развалившейся, да, оно было очень-очень быстро росло, да, то есть людей на улице просто подбирали. Вот, и сейчас то же самое. То есть сейчас индустрия растет со страшной силой, прям со страшной силой растет. Вот, сервисы запускаются, там, каждый, вот прям реально, каждый, каждый день идет премьера какого-нибудь крутого высокобюджетного сериала на сервисах, на телеканалах и так далее. И все это люди пишут. Вот, поэтому, когда еще этим заниматься? А то, что в мастерской в нашей надо учиться, да, тоже вопросов нет. Что ни во ВГИКе, ни где вас так не научат. Так, как часто у вас курс... Ой, классный вопрос, я очень люблю его. А когда у вас следующий курс? Никогда. Никогда. Если вы начинаете такие вопросы задавать, да, вот я точно приду к вам на следующий курс, все, вот уже деньги начал копить. Нет, не придете. Ну, мне, я, окей, как бы, вас не будет, вы будете продолжать сидеть на заборе и спрашивать, когда будет следующий курс, а мимо вас будут наши ребята пролетать, писать книги-бестселлеры, писать сериалы, которые снимаются, писать полные метры, и все у них будет отлично. А вы так и будете сидеть и ждать, да, в следующем, вот в следующем году точно приду. Мы окей с этим. Ну, друзья мои, рад был очень вас видеть сегодня. Хорошо, мы плотно работаем достаточно, и увидимся завтра на следующем, следующем курсе, в следующем уроке нашего с вами онлайн-курса. Пока-пока.